Какая-то пчелка потеряла обножку. Несчастная несла, несла и вулей не донесла. Такие вот дела. Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео о тепле, потому что тепло один из пяти основных ресурсов, которыми мы должны обеспечить семью, чтобы она нормально развивалась весной. Если тепла не будет, нормального развития семьи тоже не будет. Так вот, как сделать так, чтобы пчелам резко потеплело? Ну, самый первый метод, понятное дело, который применяют пчеловоды, это сокращение пчелиных семей весной после весенней ревизии. То есть сокращаются те семьи, которые нуждаются в сокращении. Чтобы не получилось так, что у пчел большое количество рамок в гнезде, они обогреть это дело не могут. То есть гнездо сокращается пропорционально силы семьи. Но это зависит от того, как перезимовали пчелы. Если пчелы зимовали на ужатых гнездах и нормально перезимовали, то сокращать там в принципе нечего. Ну, максимум вытянуть одну рамку. Если перезимовали плохо, много подмора, соответственно, нуждается в сокращении. Опять же, в сокращении нуждаются семьи, которые имеют меньше 8 улочек. Если пчелиная семья имеет больше 8 улочек в сокращении, особо-то она и не нуждается. Они способны обогреть этот расход, который у них будет на апрель месяц. Семи, которые имеют 4 улочки и меньше, соответственно, нуждаются в сокращении. сокращение может быть просто сокращение может применяться метод длинного рискованный конечно способ очень хорошо сохранять тепло но главное его во время отменить потому что вреда от него будет больше чем пользы ну и понятное дело обязательно нужно хорошо утеплить улей со всех сторон еще один основной способ если у вас на корпусная система если образовалась слабая семейка которая нуждается в подогреве соответственно селите ее в отдельный корпус и этот корпус со слабой семейкой ставите сверху над сильной семейкой тогда сильная семейка будет подогревать слабенькую семейку у слабой семьи не будет проблем с теплом это очень хороший способ если система двухкорпусной или многокорпусные обязательно применяйте очень хороший результат я бы сказал этот способ дает лучшие результаты по сохранению тепла со всеми остальными способами которые могут вообще быть это наилучший способ летки улья тоже очень важный фактор потому что через летки теряется много тепла но я ранней весной нижний леток закрываю наглухо а верхний леток у меня открыт на проход один-двух пчел почему нижний закрываю потому что сейчас холода еще земля холодная еще полностью не прогрелась правда сегодня шмели уже полетели раз шмели полетели значит земля уже прогретой но все равно по утрам бывает холода а холод опускается вниз потому что это физика все тепло всегда идет вверх соответственно холодно внизу и в нижний леток заходит холодный воздух и остуживает дно улья и соответственно остужает низ рамок такой чтобы пчелы более полно засевали расплодом рамки более рамки теплые были особенно низ рамок я нижний леток закрывает в общем эта система и весной проходит и осенью проходит нижние летки это чисто на летний вариант во всех остальных случаях у меня открыты только верхние летки ну соответственно это не касается полиуретанового улья потому что тут дно сетчатое соответственно тут оставляется открытым только нижний леток все верхние закрываются потому что все равно внизу сетка дна-то нету вот видно они начали улей чистить крошки набросали на поддон потому что там же сетка дна же нету все падает на поддон видно пчелы начали чистить ячейки медовая крошка выбрасывает из ячеек и есть пыльца вот значит приносят пыльцу в общем по сетчатому дну если есть поддон очень хорошо проводить диагностику пчелиных семей так что полезная эта вещь сетчатое дно в некоторых случаях но в некоторых не совсем полезный это у меня летки открытые на холодный занос а для того чтобы уберечь тепло в улье и повысить количество расхода еще бывает летки на теплый занос вот такой вот литочек спрашивали в комментариях что такое холодный занос что такое теплый занос холодный занос это когда леток располагается вот таким образом вот здесь вот и смотрит на боковые планки рамок пчелы залезает в леток попадает на вот эту боковую планочку а в теплый занос это когда леток располагается поперек рамок вот так вот пчелки залезает плиток и попадает на первую рамку прямо на соты так вот когда у вас леток стоит на теплом заносе так он и называется теплый занос улье сохраняется намного больше тепла то есть теплый занос довольно полезная штучка особенно если у вас семьи слабенькие если семьи нормальные сильные то в принципе что теплый что холодный занос там особой разницы нет но для слабых семей вот этот холодный и теплый занос имеет большую роль есть возможность сделать теплый занос обязательно сделайте если семейка слабая ну и раз уж речь пошла в рамках то кроме того что улей утепляется матами потолок утепляется всякими утепляющими средствами типа матов подушечек чего угодно войлок и все такое есть еще утепление самого гнезда какое утепление за счет рамок может быть улье ну во первых можно менять межрамочное пространство стандартно на 12 миллиметров можно сделать 10 но это если у вас вот такие вот рамки без разделителей потому что если на рамках есть разделитель это ничего у вас не получится потому что сузить рамку на разделителях невозможно разделители не дадут а если рамочка разделитель не имеет то можно сузить ширину улочки таким способом в каждой улочке будет теплее и расходу у вас будет больше можно применять даже для сильных семей но это конечно кусок работы если пасека большая замучитесь это дело применять второе потолочина обычно между верхней рамкой и потолочной там 8 миллиметров расстояние так вот потолочину можно убрать его перевернуть так чтобы у нас потолочина легла плашмя на верхние бруски рамок тогда тепло из улочек не будет выходить вверх и в улочках станет гораздо теплее опять же некоторые деятели в принципе тоже правильно делают деятели это с положительной страны я сказал засовывают планочки между верхних брусков и вот эти планочки тоже не дают тепло выходить из улочек то есть тоже полезная штука некоторые вижу применяют даже и летом хороший вариант хорошее решение но опять же при работе с пчелами летом эти планочки постоянно надо вытаскивать а это влияет на скорость работы с пчелиной семьей так что каждый плюс имеет свой минус если получаете где-то плюс то обязательно где-то получаете минус ну и соответственно наоборот применение фольгоизола вот вот материала я начал применять и скажу что хорошее дело тоже просто ложите сверху над улочками так чтобы не было щелей и тепло прекрасно фольга изол сохраняет улочка очень хороший материал рекомендую применять при том фольга изол сохраняет хорошо тепло даже если у вас нету боковых утеплений матрасов или подушек я в одном улле так экспериментируем так у меня там тепло сохраняется в гнезде гораздо лучше чем в тех семьях которые утеплены подушками одеялками с трех сторон там сбоку нет утеплений а сверху лежит фольга изол крайние рамки холодные а внутри рамки теплые так что фольга изол это сила ну правда это конечно химический материал некоторые категорически против применения химических материалов везде пчел да кстати знаете как определить при весении ревизии что везде тепло и пчелам не холодно вот когда при весении ревизии будете открывать мед если рамки холодные то есть пчелкам холодно мед будет плохо открываться потому что воск холодный он твердый а если пчелкам тепло и рамки нагреты это воск этот будет открываться как масло он будет мягеньким и открываться будет очень легко такой вот признак Да, еще чуть не забыл. Матка лучше откладывает яйца в соты, которые имеют цвет светло-коричневый. Потому что в свежеобстроенные соты матка в яйца откладывает плохо. Они для нее холодные. Ну и для того, чтобы удержать тепло весной, особенно когда перепады температур между днем и ночью, по краям гнезда, которые вы сократили или не сократили, лучше держать полномедные рамки. В этом случае рамки полные меда будут выступать как аккумуляторы тепла. И не будут давать резко колебаться температуру внутри гнезда. То есть они накапливают и тепло, и холод. И если вдруг у вас резкая смена температур, а пчелы очень не любят резких смен температур, то эти аккумуляторы, то есть полновесные медовые рамки, вроде как удерживают эту температуру. И температура тогда меняется плавно. И семья пчел благополучно успевает к ней приспособиться. То есть такие рамки нивелируют резкие скачки или перепады температуры. Такие вот дела. Еще одна вроде мелочь, но тоже позволяет сохранять тепло у пчел. Литками, весной, желательно, чтобы улей смотрел на юг. Потому что, как правило, пчелы начинают расплод выращивать возле передней стенки, потому что там из литка заходит кислород. А расплод пчелиный очень любит кислородом дышать. Так вот, когда вы поворачиваете улей передней стенкой к югу, то есть к солнцу, и солнце днем нагревает эту переднюю стенку, пчелам гораздо теплее становится, потому что солнце греет ту стенку, которая самая ближняя к расплодному гнезду. И таким образом расплодное гнездо греется. Ну, из этого вытекает еще один способ, вернее, правильное расположение ульев на пасеке, которое позволяет сохранять тепло. Во-первых, пасека у вас должна располагаться так, чтобы она была защищена от ветра, потому что обветривание ульев уносит от ульев очень много тепла, потому что, как ни крути, снаружи стенку улья обдувает холодный воздух, когда ветер, а внутри пчелы греют этот самый улью, эту самую стенку, потому что выделяет тепло, а там 36 градусов. И когда стенки улья обветриваются, а это проблема как раз-таки рутовских ульев многокорпусных, потому что они очень сильно подвержены обветриванию, то этот самый ветер при обветривании уносит много тепла из улья. Если у вас такая вот погода ветреная, или такой регион ветреный, когда весной у вас ветра большие, то лучше пасеку обгораживать или высоким забором, чтобы не было сквозняков. По старым советским ГОСТам полагалось обсаживать либо липой пасеку, либо акацией по периметру, опять же, чтобы не было ветров, либо применять щиты для ульев, то есть защищать улья щитами. Можно обматывать рубероидом, можно как угодно, главное, чтобы ветер не дух на стенки улья, то есть защищать улья от обветривания. Такие вот дела. И, кстати, этот способ очень тоже хорошо влияет на количество расплода, но, опять же, все это дело затратное. Надо потратить материалы, надо потратить труд, надо потратить время, а его как раз таки всего, этого не хватает всегда. Ну, и еще одна маленькая фишка, неожиданная, может быть, для кого-то. Тепло сохраняет цвет улья. Как это ни странно, какой цвет больше всего теплый получается? Получается, что у нас солнце прилипает больше всего. К какому цвету? Правильно, к зеленому. Зеленые улья весной наиболее теплые. Проведено ряд экспериментов и доказано, что зеленый цвет – это наиболее теплые улья. И весной – это просто как подарок, просто цвет улья. Но есть и обратная сторона. Летом – это самые жаркие улья. И в таких ульях зеленых наиболее роятся пчелы. Такие вот дела. Такие вот жизненные реверансы. Так что за тепло надо очень сильно позаботиться, если хотите хапануть майского меда. Потому что если заморозите пчел, развитие будет медленное. Майского меда не увидите. Может, чего-то и забыл. Ну, значит, напишите мне в комментариях, что я что-то забыл. А я с удовольствием почитаю и вспомню, что я что-то забыл. Такие вот дела. Ну, а сегодня было такое вот видео. Не забывайте про тепло. И не забывайте передавать привет моим мохнатым чудовищам. Пусть развивается. Хочу майского меда много в этом году.